Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сёстры, друзья мои, подружки! С вами, как всегда, я, Отец Шуморо, и добро пожаловать в Wastelands of Nine! Значит, или ну не, читайте как хотите. Ну, в общем, это ещё один убийца Playgrounds Battlegrounds, убийца Папка, убийца Фортнайтов и всех прочих, потому что это голодные игры, ребята. Я могу немножечко степелявить, потому что у меня пол лица ещё не отошло после местного наркоза, скажем так, потому что лечу зубы, ребята, и это пиздец какой-то полный, короче, у меня случился. Ну ладно, это уже не о том. Поэтому, кто лечит зубы, либо у кого болят зубы, выздоравливайте, ребята, это не очень. Блядь, я не чувствую левую часть губы. Ладно, мы сейчас не об этом. Ладно, давай смотреть. Ну, что мы здесь имеем в главном меню? Мы имеем кастомизацию персонажа. Насколько я понимаю, кастомизация заключается здесь основная, сейчас это в костюмах, да? Ну и оружие, да, как бы. На каждый скинчик, на каждый вид оружия, которых не так много в игре, кстати говоря, есть свой скин, который можно, как я понимаю, приобрести в коробочке. Всё по аналогии с CSGO. Давай перейдём к тренировочной площадке. Я немножко подстроил себе управление, но ещё не играл в игру ни разу. Даже не заходил, даже не прыгал в зону, ничего. Давай, чё это такое? Так, это граната, видимо, да? Давай кинем гранату. Вон там, вон, стоят пиздюки, их можно, наверное, разрушить. Вау! Вау! Красиво! Красиво, слушай. Граната здесь работает классно. Давай посмотрим, что за пушки здесь есть. Сако Элит и просто Сако. Чем они отличаются, хрен его знает. Значит, пять патронов здесь, да? Очень долгая перезарядка у снайпы. Я заметил. Очень долгая перезарядка. Не очень снайпа. Так, Асако Элит чем отличается? Вот это я понимаю. Смотри, скорость перезарядочки. Вот это я понимаю скорость перезарядочки у снайпы. Вот так оно и должно работать. Вон попал, слышишь? Ти-ю! Звук. Так, хорошо. Какие насадочки можно сделать? Снайпер-супрессор. Снайперский. Значит, глушитель, да? Вот так это всё выглядит. И, соответственно, теперь ты можешь целиться, как бы. Получать удовольствие от выстрелов. Прицеливание довольно нормальное такое. Как бы, не знаю насчёт ТТК в игре, не знаю насчёт всего. Но, тем не менее, как бы... Не, мышку нужно всё равно подстраивать. Тем не менее, ощущения у тебя довольно позитивные, как бы, да? Я не знаю, насколько здесь это всё синхронизировано. Это самое главное. Давай посмотрим, какие ещё есть виды вооружения. АК-47. Такой, знаешь, отдачи вообще я не чувствую. То есть, контроля отдачи тебе не нужно абсолютно спрея. Что это Тоггл Челлендж? Хм, странно. Ну, в общем, контроля отдачи у Акусика здесь нет. Винтовка Шторм, которая стреляет по одной пульке. Переключение режимов я не чувствую на Б. Значит, на Б их нет, наверное, на какую-то другую кнопку. По-любому, переключение режима стрельбы должно быть на какую-либо из кнопок. Так, поэтому, скорее всего, это можно сделать. Но лучше пусть на авто стоит. У Юмпика вообще никакой отдачи абсолютно нет. Да, значит, берём Эммочку. Эммочка вообще шпарит вообще неплохо, я смотрю. Посмотри-ка. Эммочка довольно такая, знаешь, такая сексуальная здесь. Такая прям ощутибельная. Так, это что такое? Это дробаш. Такой, подлетаешь. Хуя! На нахер! Там друг стоит. На, подругу! А ты остаёшься жить. На по вот этому! На по вот этому! Как я понимаю, смертельный шот, когда происходит, тогда голограмма не краснеет, а исчезает, да? Ну, дробаш неплохо, стреляет в точку. Кучность очень хорошая, блядь, как у меня анимела... Анимела губа, блядь. Ладно, давай посмотрим. Пистун. То есть, это элитный пистун, он перезаряжается быстрее. Ебать, тяжёлый пистун. Десерт-игл. И просто пиписюн. То есть, ну, вот такое вот оружие. Ну что, давай с тобой попробуем поиграть? Ну что, братишки и сестрёнки? А вот и моя третья каточка. Ты спросишь меня, почему шмору третья? Я тебе объясню, значит. Я прыгнул два раза. Убил два раза по три человека. И отлетел моментально. ТТК в этой игре просто полный пиздец. Навёлся, убил. Как тебя, так и ты. Довольно интересный момент. Меня немножко бомбануло. И я решил снизить графику на минимум. Оставить максимальные текстуры. Выключить тени. И посмотреть, что из этого получится. Как говорится. Поэтому... Ох, нихуя себе! Поэтому давай посмотрим. Ты видел? Там два льва тигринера. Давай быстренько найдём предметики, значит. Предметики здесь нужно искать, одевать. И все предметики, которые ты находишь, блядь, нужно перезаряжать. Так, хорошо. Ну чё, тигр? Кто первый? Ты или я? Видимо, я. Та синяя залубка, видел, да? Которую надел шарик такую. Хаярик. То есть, как я понимаю, это временная защита. Вот он. Это как бы шарик, который защищает тебя от первых выстрелов, насколько я понимаю. А-ля броня. Но снимается она настолько быстро, что, ёб твою мать, ты не успеешь заметить, что с тобой вообще происходит. Вот. По графике, да? На ультре, естественно, есть тени. Ну, ты в тренировочном тире это видел. В принципе, ультра, никто не играет в голодные игры на ультраграфике. Только, я не знаю, надо быть дебилом, чтобы наслаждаться графикой, ну, моё мнение, в голодных играх, которые являются соревновательной, да, по сути, игрой. Где тебе нужно побеждать пиздюков. А если тебе графика мешает, то ты, соответственно, будешь себя плохо чувствовать во время убиения пиздюков. И это тебе не будет нравиться, ты будешь не получать удовольствие, соответственно, и удалишь игру. Блядь, где он? Где? Я выкинул прицел, снял, выкинул прицел, блядь. Ладно, будем без прицелов. А, как бы, я новичок. Третья катка. То есть, ты не подумай. А вот. И, поэтому, сейчас будем с тобой чувствовать с позиции новичка игру. Вот, и такой, типа, графику выключил, такой, на слабом компьютере, такой, типа, всё плохо у меня. Что, и в мусорке что-то у них охереть. На слабом компьютере такой зашёл и, типа, смотрю. Ну, ничего так, ничего так. Для тех, кто любит передёргивать писюнчик на графику, я думаю, что здесь передёрнуть есть на что, потому что, в принципе, всё выглядит довольно неплохо. Особенно проработка оружия в руках игрока. А, и всё. Снимают скрытой камерой и транслируют на ютуб. Что за нахуй? Куда оно полетело? Смотри, над нами купол. Значит, фишка какая, как я понял. Так, там не человек. По лору. Ну, или не по лору. Мы, короче, в куполе, мы прыгаем сверху. Разбиваемся об землю, как халки, блядь. Мы должны найти с тобой снаряжение, то есть, ноги, руки, броню, голову, электрический щиток, обвесить свои ганы и дать друг другу пизды в финале. Зона идёт очень быстрая. Игра «Чистый шутер». Не какой-то PlayerUnknown's Battlegrounds засаный, да? А там, не Fortnite со своей великолепной стойкой. А чистый шутер в быстром, в быстром режиме убиения. Увидел, убил, либо увидел, умер. Всё довольно просто. Для сильных игроков в шутеры. Для сопливых девочек эта игра не подойдёт, к сожалению. Поэтому здесь нужно иметь реакцию и не бомбить. Здесь пиздюка, смотри. Здравствуйте, молодой человек. Далеко ли вы бежали с моим лутом, сэр? Так, вот у него шлем был, это хорошо. Да, игра, к сожалению, может заставить бомбить от себя сопливых девочек, которые не умеют играть в шутеры, у которых очень-очень плохо всё с этим. Как бы здесь реально, ну, как тебе объяснить, нужны навыки вождения автомата. Ну, я называю так игры шутеры, потому что, ну, как бы, перед тобой всегда автомат, и он куда-то едет, блядь. Особенно, когда от первого лица. Так, подожди. Мне нужно вот сюда вот, письюлечку. Херак, видишь, обвесик. Красиво сделано, по аналогии с этим, с Крайзисом. Да, в Крайзисе первый раз так обвесы были введены. Помнишь, первый Крайзис, если играл, напиши. Вот, в первый раз, так вот, таким образом обвесы определялись именно в Крайзисе. Ты открываешь, так рука у тебя отклоняется, и как бы ты обвешиваешь всякой хуйней своего персонажа. А точнее, его пушку. Вот, игра не для слабых игроков. То есть, пиздюки, ну это знаешь, это как пабгеры приходят в Фортнайт и начинают... И начинают ныть. Что, как бы, вот у меня все хуево, извините, хуите меня, как бы, блядь. Меня убивают в Фортнайте очень быстро, что за нахуй, что за шот с дробовика. И, соответственно, как бы получают пизды. Вот, поэтому эта игра не для таких девчонок, а для настоящих мужчин, которые умеют быстро убивать, либо быстро умирать и не бомбить от того, что их убили. Ну, это мои ощущения от этой игры. Вот, напиши, кстати, играл ли ты когда-нибудь в подобные игры, братишка. Ладно, что-то мы с тобой разговаривали не о том. Просто, на самом деле, от нее может бомбануть. Я сразу предупреждаю, кто хочет попробовать поиграть в эту игру. Ну, просто ожидаю, что ТТК здесь очень быстрый. Не знаю, почему разработчики сделали именно так. Видимо, решили сделать реально такой, знаешь, шутер на реакцию, на внимательность и так далее. Вот, обрати внимание, сейчас у меня графика, она снижена, да, стоят высокими на ультре, только текстуры. И, как ты видишь, вся область абсолютно в игре, она просматриваемая. То есть, я вижу сейчас... Абсолютно... Чего, блядь? А, расширение плазмащита идет. А, типа, девушка нас предупреждает, что плазмащит... Кто-то там кто-то стрелял, блядь? Плазмащит расширяется. И, соответственно, как бы, берегите свои жопки, говорит она. Ладно, давай посмотрим. Если здесь какой-нибудь петушок сидит, мы ему должны расчепережить с тобой. Очень удобная система переключения между оружием. Очень удобная система поведения игрока, да. Знаешь, такой стандарт кейсерский, я бы больше сказал. Кейсерский стандарт перемещения, передвижения. Кейсером должно вкатить. ТТК примерно, кстати, наверное, такой же. Особенно, если стрелять в хэт. Но здесь еще есть учет брони, учет энергощита и так далее. В целом, игруха ощущается приятно, но... Как тебе объяснить? Можно ли играть в это на скилл полноценно? Наверное, если не считать свои победы-поражения, то да. Потому что победы-поражения здесь, если ты будешь прыгать в агрессивный участок зоны, да, ты постоянно будешь либо убивать быстро, либо получать пизды быстро. Потому что ситуации, естественно, разные бывают. Но, наверное, кстати, она более такая киберспортивная даже, я бы сказал, чем PlayerUnknown's Battlegrounds. По той причине, что небольшой выбор оружия. Определенное количество насадок, определенное количество брони и так далее. И не знаю насчет баланса спауна лута, да, насколько он здесь сбалансированный. Но на роль убийцы папк может сойти, понимаешь? Единственное, что здесь слишком хайтечная тематика, да. Существует такое, как тебе объяснить, понятие, наверное, да. Ну, сейчас такая аудитория. Не знаю, стереотип это не стереотипы. Реализм оценивается аудиторией, вообще игровой, по моим личным наблюдениям, значительно лучше, чем футу... Футуристическое что-то. Хотя модель оружия довольно здесь стандартный. Так, сунься, блядь. У него очень мало хп. Давай маленький, блядь. Выходи на папочку. Он, видел, по хэдику прошелся и все. Обрати внимание, он в меня один раз попал, блядь. У меня уже хп нету. Есть у тебя что? Маленький, есть у тебя что? Да верни мне хп. Верни мне хп, я не хочу в лобби, я хочу топ. Пизда. Мне нечем лечиться. Кнопочка аж не работает. Здесь такая писулька, знаешь, такая вставляется, как бы, и все. Мне нечем лечиться. Мне пиздарики. Неужели вот так закончится эта катка? У нас уже 4 фрага с тобой. Довольно неплохо. А о чем Митик говорил? О том, что модель оружия довольно реалистичный, да, без учета того, что здесь своя собственная отдача, свой собственный ТТК, свои патроны и так далее. Я не обращал внимания, какие здесь что, патроны. Но, тем не менее, я себя чувствую, как будто я держу в руках реальное оружие, но мой персонаж, это чувак из игры Crysis, блядь. То есть, ты знаешь, они совместили такие вещи, типа ультрасовременные костюмы высокотехнологические и наше реалтайм оружие, да, вооружение. С чем это может быть связано? На самом деле, никакого футуризма. Скорее всего, как бы, именно лор этой игры заключается в том, что ты, как бы, грубо говоря, такой спортсмен, который хуярит, соответственно, гладиатор современности, да. То есть, ты гладиатор, остается только один, ты прыгаешь на этот остров, разбираешь всех пиздюков, кто круче, то у того песос больше, да. То есть, и вот эти футуристические костюмы, это специально разработанные технологии для того, чтобы как раз люди могли таким образом соревноваться, да. То есть, тогда это все абсолютно реалистичная тема и довольно интересная даже получается, ну, довольно интересный лор. Он вроде бы и простой, да, но тут ничего выдумывать не нужно. Ну, и если разработчики им, если им удастся довести свою игру до ума, то есть, именно подровнять ТТК, сделать какие-то еще мувы интересные персонажам. Те же даже наклоны вправо-влево, я не понимаю, почему они не ввели это сюда, потому что я считаю, что обязательно должна быть такая механика в шутерах от первого лица в современных. Она есть в Rainbow Six Siege, она есть в том же PlayerUnknown's Battlegrounds. Где же пиздюк-то, блядь? Ну, хоть один-то, вы-вы-вы. Вы-вы-вы. Выходи, выбегай. Мою пулю получай. Спокойно, спокойно. Оп. Вот он, пиздюк. Ты видишь, да? Бежит, светится. Минус вот этой вот самой энергоброни, она тебя запаливает на большой дистанции. Еще молодой тигренок, тигренок, блядь. Давай посмотрим, как баллистика работает. Давай, маленький. Чуть на опережение, промах. Промах. Чуть на опережение, промах. Окей. К баллистике нужно привыкать. Наверное, стоит более точно это делать. Пиздороли. Не знаю, что у нас из этого выйдет. Но, тем не менее, мы близко к зоне, близко к финалу. Фух. Неплохо так ощущается игра, на самом деле. Но не хватает вот такого, знаешь, какого-то современного управления персонажем. Наклоны там. Я бы немножко анимацию бега изменил, чтобы это как-то, когда персонаж бежит, чтобы не просто пушка шаталась, а как-то, знаешь, такая подвижность такая. Ну, такая раскачка оружия, немножечко побольше ее. Ну, знаешь, я вот люблю ощущать полное управление в игре. И мне очень... Я такой придирчивый к мелочам, знаешь, пиздюк. То есть, я люблю придираться ко всему этому. Вот в папке мне очень нравится, как реализована, на самом деле, система движения персонажа, да. То есть, ну, без лишних слов, очень-очень нормально так сделано. Фортики анимации вообще божественные. Ну, вот здесь нужно... Нужно как-то немножко чепорноватая, понимаешь, сейчас анимация. Вот с этим нужно тоже поработать. А так у игры огромное большое будущее, на мой взгляд, если разработчики будут доводить все до ума. Я не скажу, что я прям в восторге, но я бы в такие голодные игры поиграл. Она интереснее, чем бабка. Она регистрирует выстрелы. Она пингонизирована, что ли. Наверное, куча еще своих глюков я мало просто играл, но, тем не менее, я ощущаю себя хорошо. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Прямо в жопку мне укололы. У тебя когда-нибудь в жопку кололо что-нибудь? Бля, ладно, опустим этот вопрос. Меня в жопу колола в детстве собака. Так, вон перестрелка. Вон там пиздюк. Вот, молодой человек пошел отдыхать. Один на один. Ну давай, кто тут тигр, блядь! Это моя третья гадка! Давай, выходи и не прячься, говдо водючий! Ну, у меня не было хп абсолютно. Но, тем не менее, мы с тобой получили, наверное, какое-то определенное удовольствие. По крайней мере, я получил. Моей целью было, в принципе, посмотреть, как это все работает. Ну, ебать ты развод... Так тебе и надо, говно вонючее! Так тебе и надо, возвращайся в свое лобби! Ладно, пока, дружище. Увидимся на новом видео. С тобой был Шумора.